Мы видим то искусство, которое потрясло и порадовало даже меня. Мы увидели на этой неделе феноменальный памятник, так называемую Аленку. И это первый настоящий памятник путинской эпохи. Мы видим чокнутую тетку, в которой сконцентрировано время. Мы видим тетку, которая только что проголосовала за поправки к Конституции. Тетку, которая отдала сына в армию, его убили на Донбассе, а последние две тысячи она отнесла попу, чтобы сына помянули. У нее нет канализации, она никогда не увидит Парижа или сельских полей или каналов Венеции. Ее так иногда между делом потрахивает пьяный электрик и уходит, не прощаясь, забыв у нее в бюстгальтере пассатижи, наверняка. Это все на ней читается, но она счастлива. И это видно по ее лицу. Она счастлива, потому что комплекс С-400, потому что Крым наш. И ее дикость и уродство – это и есть лицо времени. И этот памятник прекрасен тем, что его можно ставить везде, всегда и всем. Говорят, что служила Скобеева или Терешкова моделями для этого памятника, но это никак не подтверждается. Единственное, что я бы рекомендовал скульпторам – это сделать шарнирные движущиеся руки и ноги у этого памятника, чтобы, например, ее можно было бы посадить. Нет, сзади за медным всадником, обняв Петра Алексеевича, как катают мотоциклисты своих барышей. Вот такой памятник можно было бы ставить Мизулиной, Яровой. Его вообще можно было бы сделать. И фосфором его можно намазать, как подсказывают наши слушатели, для большего устрашения. Прекрасно. Плюс, ты знаешь, он великолепно гудит на ветру, потому что он абсолютно пустой. Он страшный, но он пустой. Правда жизни. Страшный, пустой, гудит. В сути, это ипостась Родины Матери. На сегодняшний момент гораздо более актуальная вещь. Я надеюсь, что он найдет свое почетное место, а не уедет куда-нибудь в Нью-Йорк или в Париж в частную коллекцию. Теперь я поняла, что такое актуальное искусство. Это оно. Это исключительная работа.